привет всем моим подписчикам нас уже около полутысячи верю что вас будет становиться больше и вы не будете забывать ставить лайки итак сегодня у нас на ремонте вот такой мобильный телефон от компании huawei это huawei gr3 2017 года новая модель совсем недавно вышла еще даже с пленкой сзади но уже разбит дисплей но ничего мы это исправим приступим первым делом выключаем телефон и вынимаем лоток сим-карты дальше откручиваем два болта в нижней части телефона звездочка t3 после того как открутили болты берем медиатор и пробуем открывать заднюю крышку обычно легкие места для поддевания медиатором находятся в углах телефона так вот мы нашли в левом верхнем углу зацепились и теперь проходим аккуратно по всему контуру при этом придется немного постараться перед тем как открывать полностью будьте аккуратны сейчас я покажу почему вот так аккуратно открываем крышку и видите здесь длинный шлейф от датчика отпечатка пальцев если вы раскроете крышку быстро то велика возможность порвать его будьте аккуратны для того чтобы снять этот шлейф нужно открутить планку которая держит все коннекторы держится она на трех крестовидных болтах откручиваем их снимаем крышку вот так она выглядит ну и спокойно снимаем шлейф отпечатка пальцев и отложим крышку в сторону а теперь разбирать дальше пока не стоит единственное отключим батарею и вот этот коннектор это шлейф дисплейного модуля берем новый он был куплен в китае и прежде чем его клеить и снимать пленки естественно изначально его проверим здесь у нас такая возможность есть почти не разбирая телефон подключим дисплей подключаем батарею и после этого включаем телефон а забыл естественно вам я оставлю ссылки на дисплейный модуль и все инструменты с ролика внизу в описании дисплей работает это хорошо а теперь проверим сам тачскрин заходим в настройки нажимаем сам внизу о телефоне потом несколько раз кликаем на номер сборки и вы становитесь разработчиком в меню разработчика ищем место положения указателя и нажимаем на него теперь каждое касание экрана отображается в виде полосы так проверяем все зоны тачскрина и конечно же три нижние кнопки отлично модули работают и поэтому можно приступать к дальнейшей разборке телефона отключаем батарею и все оставшиеся шлейфы также отключаем wi-fi антенну чтобы она нам не мешала и теперь можно откручивать нижнюю плату держится она на четырех болтах три я уже открутил а вот четвертый находится под белой пломбой которую я сразу не заметил и откручиваем последний болт после этого берем поддеваем пластик отлично сняли на нем находится динамик и антенна а вот и нижняя плата прикручена еще на один болт открутим и дальше просто приподнимаем отклеиваем шлейф и вот так она выглядит если вам нужно будет поменять разъем то вы с легкостью сможете делать это сами дальше нужно снять батарею отодвигая немного шлейф и там появляется черный язычок за который тянется клей из под батареи и дальше батарея должна сняться но как обычно не в нашем случае язычок оторвался и поэтому батарея будет сниматься по старинке прогреваем феном и пробуем такой пленкой из пластиковых коробок поддевать двусторонний скотч снизу пробуем его разрезать также можно пробовать с медиатором но сильно не старайтесь так как можно повредить батарею лучше прогревать больше либо подлить туда пару капель спирта или растворителя чтобы скотч размякли наиболее наиболее снялась вот Вот тот двухсторонний скотч, который должен был вылезти. А также есть еще в центре двухсторонний скотч. И помимо этого здесь шлейф дисплея. Дальше откручиваем болты на верхний плате. Там также есть пломба белая. И дальше пробуем приподнимать. Но сначала нужно снять верхний, вот этот черный пластик. Он еще держит плату. Аккуратно его поддеваем. И после этого плата легко поднимается с левой стороны. Справа стоят пазы. Отлично, телефон разобран. И теперь можно приступать к отклеиванию модуля. Дома вы сможете сделать это обычным феном, как делал все время я. Но сегодня я буду отклеивать его с помощью сепаратора для разделения модулей. Или нижним подогревом. Некоторые из моих подписчиков должны помнить, что я его уже купил. И вот он наконец-таки пришел. Выставляем температуру 100 градусов. После прогрева пробуем снимать. Сразу же скажу, что снимал я его очень долго и очень тяжело. Не так быстро, как на видео. Так как компания Huawei приклеила модуль не на двухсторонний скотч, а на клей. Я еле-еле отодрал его. И думаю, чтобы снять модуль, не повредив дисплей, придется еще дольше помучиться. Вот, смотрите, открываю его. И там нету двухстороннего скотча. Он висит на клее. Все остальные сколки я еще раз грею и снимаю скальпелем. И вместе с этим снимаю оставшийся клей. После этого берем спирт и обезжириваем места, где будем клеить новый дисплей. Теперь наш корпус готов к заклеиванию нового модуля. Но прежде чем клеить со старого, нужно вынуть сетку лучного динамика. И ставить в новый. Бывает такое, что китайцы не дорезают отверстие, и сетка не залазит в отверстие. Не пробуйте сильно ее пихать. Лучше подогните чуть-чуть сетку, а иначе можно треснуть стекло. Ну и дальше мы будем клеить. И как обычно, клеим B7000. Двухсторонним скотчем я уже не пользуюсь давно, так как это ненадежно. Клей схватывается за 30 минут, а полное высыхание за 24 часа. Снимаем защитные пленки. Устанавливаем дисплейный модуль. И прижимаем его по всем краям, чтобы он ровно стал. И после этого фиксируем его вот такими прищепками. Если таких нет, можно воспользоваться обычными, либо каким-либо другим способом. Зафиксировать дисплей. После этого телефон ложим на 30 минут. И по истечению этого времени его можно собирать и проверять. Иногда клей выходит по бокам, но это не проблема. Просто берем его и убираем ногтем или чем-то ловким. Дальше можно собирать. Основная плата вставляется сразу в правый край. Далее поправляем фронтальную камеру. И прижимаем плату. Подключаем шлейфы. Вставляем верхний пластиковый корпус. Прикручиваем на несколько болтов. Дальше подключаем дисплей. Вставляем назад батарею. Подключаем шлейф нижней платы. И прикручиваем ее. Подсоединяем динамик. И теперь включаем телефон для проверки. Перед окончательной сборкой. Как видите, касание у нас отображается до сих пор. Так как мы не выключили эту функцию. Ну хорошо, тогда еще раз проверим. Отлично. Дальше проверяем две камеры. Переднюю и заднюю. Звоним на 112. Проверяем датчик приближения. И ушной динамик. Включаем диктофон. Проверяем микрофон, по которому говорите. Далее включим музыку. Проверим динамик. И одновременно кнопки громкости. И после этого, как вы убедитесь, что телефон полностью исправен, собираем его до конца. Закручиваем все оставшиеся болты. Ставим шлейф Touch ID. Прикручиваем корпус, держащий шлейфы. И закрываем крышку. Вставляем сим-карту. И прикручиваем два болта снизу. Позвоним еще оператору. Проверяем работу сети. Ну и на этом все. Телефон оставляю дальше сохнуть на 24 часа под прищепками, до полного высыхания клея. И на этом мы закончим ремонт. Если вам видео понравилось и помогло, ставь лайк. Пока!